Приветствую! В этом видео мы поговорим о судебной практике по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Именно эта статья предусматривает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации в Украине. И говорить мы будем за судебную практику, которая сформировалась в июне месяце. Да, только в июне. Друзья, предприношу свои извинения, что вот задержал с выпуском этого видео, но вот эта вся кампания по обновлению данных несколько выбила из колеи, поэтому так поздно делаю этот обзор. И здесь есть о чем поговорить. Июнь месяц очень показателен был, показателен по двум моментам. Первый момент это количество приговоров. И второй момент это распределение между реальными и условными приговорами. Оно у нас оказалось рекордным. Итак, если говорить о количестве приговоров, то всего, подчеркиваю, за июнь месяц по всей стране вынесено 61 приговор. И данную цифру можно комментировать по-разному. И есть разные точки зрения, почему же приговоров так мало. Но это не наша сейчас задача. Когда мы говорим о сухой статистике, есть 61 приговор по всей стране за один месяц. Как распределились приговоры? Реальные и условные. Напомню, что реальные приговоры это те приговоры, где человек признан виновным, ему назначено наказание, и он будет его отбывать. Суд посчитал возможным исправление этого человека без отбывания им наказания, без изоляции от общества, и ему установлен исправительный срок, испытательный срок. И вот это мы и называем условным приговором. Хотя условный приговор с юридической точки зрения это не совсем корректно, но мы используем этот термин. И естественно, такой человек, он после вынесения приговора, он идет домой. То есть он дальше будет вести обычную жизнь, ходить на работу. Единственное, что у него изменится, по сути, это то, что он будет являться в органы пробации и отмечаться там. Так вот, за июнь месяц 2024 года судебная система вынесла 29 реальных приговоров и 32 условных приговора. 29 и 32. О чем это говорит? Это говорит о том, что доля реальных приговоров 47,5%. Такой цифры еще ни разу за все два года не было. Вот впервые мы вышли на вот такую цифру 47,5%. В принципе, здесь ничего удивительного нет. И те, кто следит за моими обзорами, знают, что в принципе тренд на возрастание реальных приговоров. То есть мы начинали там в свое время с 4% реальных приговоров, сейчас дошли до 47,5% реальных приговоров. Поэтому здесь вот хочется мне тоже остудить горячие головы, которые говорят, смысл эти служить, мол, я откажусь от мобилизации и мне будет условный приговор. Не будет, не нужно на это рассчитывать. Ну вот сухая статистика, цифры, они показывают другую историю. Да, в 22 году там в самом начале мобилизации, да, шансы больше были на условный приговор. Сейчас вы уже видите, в принципе, это, скажем так, если сухим математическим языком говорить, да, 50 на 50 практически. То есть это как вот монетку мы подбрасываем, да, он упадет в ту сторону или в ту. Поэтому не нужно вот пользоваться вот этой мыслью и там нужно ее вообще гнать от себя, что откажусь от мобилизации и будет условный приговор. Как мы видим, скорее всего уже вы попадете в реальный приговор. Посмотрим вот что за июль будет. При этом есть и другая особенность. Мы с вами знаем, что приговоры назначались очень часто меньше, чем то наказание, которое предусмотрено статьей 336. А мы помним, что 336 предусматривает за уклонение от мобилизации в Украине от 3 до 5 лет лишения свободы. Но суды частенько выносили и штрафы, и исправительные работы, и просто сроки меньше, чем 3 года. Уголовный кодекс это позволяет сделать. Так вот, в этом месяце всего лишь 3 таких приговора, где срок меньше, чем 3 года. И эти сроки установлены там 2 срока по году и 1 срок 1 год и 6 месяцев. К чему я веду? Судебная система в целом, если мы это анализируем, она ужесточает свои подходы к людям, которые отказываются от службы в армии во время мобилизации в Украине. И наказание становится все чаще реальным, и все чаще оно начинает вписываться в рамки установленной статьей 336 Уголовного кодекса. То есть рассчитывать на более мягкое наказание уже не стоит. Более того, в этом месяце есть и один приговор 5 лет. 5 лет лишения свободы. И на мой взгляд он связан с тем, что у человека, ну человек по меньшей мере по тем материалам, которые есть в сети, да, в приговоре то, что изложено, все-таки человек не показал суду никаких уважительных причин, почему он все-таки не отказывается от мобилизации, и суд дал максимальное наказание ему. Вот. Что будет с теми людьми, которые получили приговоры условные? Могут ли их снова призвать? Да, могут. Действующее законодательство не запрещает призывать людей, которые находятся на условном сроке. И, как мы с вами понимаем, их могут призвать и могут, если они согласятся отправить на службу в армии, если не согласятся, то, скорее всего, реальные, вот эти условные, вернее, сроки, они трансформируются в реальные. Пока мы помним один такой приговор, ну вот, будем, следим, следим за этим. Что, на что нужно обратить внимание еще? Судебная система, она сохранила свой подход в той части, что за отказ от мобилизации привлекают к уголовной ответственности лишь тех людей, которые прошли ВЛК и признаны пригодными к воинской службе. То есть, без ВЛК вопрос о статье 336 УК на сегодняшний день не стоит. Что считают суды уклонением от мобилизации? Мы будем говорить не обо всех случаях, да, а вот те случаи, которые зафиксированы в этом месяце. В принципе, ничего здесь нового нет, как и раньше. Здесь самый популярный способ уклонения от мобилизации – это отказ от повестки. И здесь подчеркну отказ от так называемой боевой повестки, повестки на отправку, либо же мобилизационного распоряжения. То есть, это не та повестка, которую человеку там дают на улице для уточнения данных, либо повестки на ВЛК. Нет. Только повестка на отправку. Далее. Второй по популярности, по сути, способ уклонения – это принятие повестки, но отказ от мобилизации. То есть, когда человек берет повестку, расписывается в ней, но отказывается от мобилизации. Ну и третий вариант, когда человек принимает повестку и потом просто не является по этой повестке в тот срок, когда он должен был явиться. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Его название вы видите сейчас на экране, а ссылочка есть в описании к данному ролику. И, конечно же, пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.